Так, всем привет, девчонки! Долго меня не было, но у меня произошли кое-какие определенные изменения в моей жизни. Я думаю, что судя по тому, как вы прочитали мое название, да, ролика, вы поняли, что в моей жизни произошли определенные изменения. Сейчас быстро все расскажу, и потом уже вы все поймете. Значит, суть в чем, что дети в Краснодаре. Сегодня дети уже возвращаются домой. Покажу вам, что придала свекровь, потому что она там засолила мне все. Потом я вам покажу, как ее потом солить, как именно делает она. Это 100% еще очень крутой рецепт, девчонки, прям рекомендую 100%. И давайте сейчас мы перейдем к тем изменениям, которые вообще, в принципе, произошли в нашей жизни. В жизни нашей семьи. Сейчас я вам все покажу. Девчули, познакомьтесь. И это наша новая собака, только он очень хочет спать сейчас, но он покушал. И, короче говоря, он хочет жутко спать, но я его сейчас достала, решила вам его показать. Это лабрадор, шоколадный лабрадор. Просто мечта всей моей жизни. Это нереально крутая собака. В общем, у нас теперь новый жрец, новый питомец. Суть в том, что я очень хотела эту собаку. Муж немножко сопротивлялся, но в итоге он как бы согласился. Причем он сам принял это решение. Там заботчица выложила фотографию. Эта фотография провисела где-то, наверное, около двух-трех недель. И вот на него клиентов не было. Девочки, я вам сейчас попозже его прям засниму. И покажу знакомство с детками, когда дети приедут. Потому что дети еще не знают. Мы сделали им сюрприз. Можно я его отпущу, потому что он безумно хочет спать. Вот такая вот мяшечка. И потом я вам покажу. Он такой классный, он такой бусечка, он такой хорошенький. Ну, как бы хорошенький, но он, смотрите, какой он жирненький. И он огромный. Ему всего три месяца. Да, и все, можешь идти спать. Иди. И теперь, девчонки, у меня дилемма. Хотя сейчас приедут дети. Так, камеру не двигай. Это теперь еще один мой помощник. В Теона просто. Ну, это я дальше вам расскажу и вставлю прям ставку. То, что вообще у нас происходит в квартире. Суть в чем? Значит, нам нужно придумать ему имя. Имя на букву Д. По паспорту он Драймонд. То есть, как бы какое-то такое, ну, странное имя, но, как мне заводчица объяснила, это город в Германии. Поэтому, ну, это имя немножко нам не нравится. Сокрашенно, грубо говоря, там будет Драй, да, например. Ну, как-то не очень. Если у вас есть какие-то идеи, девочки, ну, вот я вам его потом в дальнейшем покажу уже, чтобы вы его увидели. И, может быть, у вас будут какие-то идеи. В общем, вот, если честно, у меня вообще не приходит абсолютно ничего на ум, кроме одного. Мы с мужем его уже полтора дня называем Бублик. Просто Бублик. Я говорю, не дай бог прицепится эта кличка, но хотя мне кажется уже, ну, вот, на подсознании, что она уже прицепилась к нему. Ну, просто, ну, блин, ну, Бублик. Ну, серьезно. Короче говоря, нам нужно придумать какое-то более или менее красивое какое-то серьезное имя. И вообще, вот, пока мы не можем ничего придумать, ждем детей, может быть, дети что-то, как бы, предложат. И, в общем, собака у нас, собака, 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 и уже ласково мы его называем Бублик. В общем, в итоге, вот такие вот у меня изменения, попугай, кошка и собака теперь. Но суть в том, что все смеются и говорят, вам еще рыбок не хватает, как бы, для полного счастья. Но, знаете, как я хочу вам сказать о том, что собака это нечто такое другое. Это не кот, это не птица, это вот что-то такое вот прям классное, это другое, которое просто вносит в нашу жизнь, да, какое-то определенное успокоение. Я вообще не могу просто кайфовать от него, независимо от того, что с этим красавчиком нужно будет рано вставать гулять. Сейчас мы планируем его отдать на дрессировку, как только все закончится с прививками. Мы сразу идем на дрессуру, и он будет обучаться тому, что он будет ходить на охоту. Первое послушание, потом он будет ходить на охоту с мужем, вот. Так что, короче говоря, как бы, у меня теперь вот все лето занято определенными, как бы, делами. Я буду заниматься собакой, муж будет заниматься собакой. Я не представляю вообще, если честно, реакцию детей, потому что наш папа вообще был категорически против собаки, потому что у нас самая главная причина вообще, да, вот, почему мы не заводили собаку, хотя очень все хотели, это по одной простой причине, что нам его не с кем оставлять. Но сейчас я буду решать этот вопрос, то есть если мы будем ездить в Краснодар, мы его берем с собой. Если мы уезжаем куда-то далеко, то мы его завозим в заводчице, заводчица с ним сидит, он у него на передержке. А если это просто выходные, у нас есть старший сын Данил, это я уже придумала по ходу пьесы. Он особо с нами не любит никуда ездить, путешествовать, поэтому он будет оставаться с ночевкой, с ним дома. И если нам нужно будет уехать всем вместе, то я буду искать человека, который будет либо приходить его выгуливать, либо будет у нас жить, вот как у меня были ребята, которые жили с кошкой и с попугаем, когда мы уезжали. В общем, ну, где двое, там и трое. То есть я думаю, что это не проблема. Но я так счастлива, девчонки, вы даже себе представить не можете. То есть, ну, в моей голове еще пока все не сложилось. Он маленький ребенок, он плюшечка, он крутой, он вообще абсолютно не шкодит пока. Вчера мы, кстати, с мужем вечером посмотрели фильм «Арли и я» про лабрадора, чтобы освежить в памяти вообще, что нас может ожидать. В общем, суть в том, что посмеялись и, короче, теперь ждем, когда он будет сидеть. И следующее сегодня в ролике я вам покажу. Я буду делать организацию балкона своего. Наконец-таки у меня дошли руки. И вы посмотрите, что я придумала и что я как бы вообще сделала на балконе. Еще останется там чуть-чуть немножечко доделать, да, каких-то определенных вещей. Но я думаю, что все будет классно. И сейчас вот, ну, как бы вот то, что я наметила, я думаю, что получится очень красиво и здорово. Так что дальше вы увидите. Я сниму обязательно, как приедут дети и покажу вообще их реакцию. Потому что мне самой очень интересно, они, ну, вообще абсолютно именно этого не ожидают. Потому что наш папа категорически был всегда против приобретения собаки. Ну, в общем. Вот такие вот новости на связь особо я и не выходила. Девчонки, честно, я отдыхала, детей не было. Мы занимались там с определенными моментами. Вот опять-таки у нас был момент, мы определялись с собакой. И, короче говоря, вот что получилось, то получилось. В итоге, ну, я думаю, что сейчас все, уже дети возвращаются, будни начинаются. Ролики будут выходить регулярно, четко и по плану. Потому что просто праздники реально выбивают через колеи меня. Потому что у нас постоянно, я вам уже объясняла, но у нас такая жизнь. Мы не сидим дома, мы постоянно тусим, постоянно ездим. И у меня не всегда есть возможность снимать определенные мероприятия там, где мы бываем. Поэтому вот как-то так получается, что у меня немножко, у меня такие как бы перерывы между съемками. Вот, так что, вот такие вот дела. Я сижу, вас, вам записываю обращения. У меня самой один глаз вообще на пса. Просто он покушал сейчас и лег спать. Он такой классный. Ну, в общем, у меня вообще нет слов. Я не знаю. И самое, знаете, еще что, что просто это вот такой вот момент, да, в моей жизни. Ну, я, может быть, когда наберусь смелости, я вам расскажу. У меня было до этого две собаки, и кое-что с ними произошло не очень хорошее. Поэтому решиться на покупку собаки для меня, ну, как бы на приобретение собаки, был очень серьезный и очень-очень-очень такой обдуманный шаг. Потому что, ну, потому что, в общем, не буду углубляться, расскажу, как только соберусь с мыслями. Может, как-то сядем, поболтаем. Так что вот такие вот дела. Давайте смотреть перестановку у меня на балконе. И уже дальше все по плану. И потом бусечку еще маленького покажу бубличкам своего пар-тройку раз вам, что он будет делать. Все, хорошо, девчонки, давайте смотреть. Так, девчоночки, и теперь вот кто у меня собачники? Пожалуйста, я вас умоляю. Смотрите, в общем, он выбрал себе место вот здесь, вот у меня под столом. Причем я ему расстелила уже плед. Он не спит. Я сейчас ему покажу ту, господи, люльку, ну, как бы лежанку, которую мы ему купили. Он в ней не лежит. Абсолютно. И вставлю прям вам видосик. Я сняла, кто там вообще обитает и кому она безумно нравится. Хотя у королевишной, у нашей, вот есть классная вообще просто лежанка. В общем, может она позволить себе спать на кровати. В общем, суть в чем? Спит он вот там на полу, либо вот вам, пожалуйста. Вот на полу. Все. На коврик, на вот этот, да, на пледик, он не ложится. На лежанку он не ложится. Единственное, где он еще может заснуть, это он может заснуть на диване. Но суть в том, что пока он маленький, мы ему не даем спрыгивать с дивана. И он может повредить себе лапки. Он очень тяжелый. Ну, а диван такой, достаточно для него высокий. Поэтому только на полу он находится. Вот. И вот как бы вот такая вот история. Если кто у меня собачники есть, кто понимает, девчонки, напишите, что мне делать. Но я очень, конечно, надеюсь, что вообще все получится. Я поубирала уже, девочки, смотрите, у меня просто, ну, вот уже все. Здесь вот эту штуку, лампу я свою прячу вот сюда в шкаф. Цветов здесь нет. Я убрала все. Осталось там вот в уголочке. У меня вот здесь вот под столом корзина такая плетеная. В общем, я чувствую, что мне ее тоже придется убрать. Там у меня все лежит для съемки. И мне кажется, что все придется убирать, потому что уже начинается немножечко шкодничество. Но так, лояльненько. Он пока еще маленький, он осваивается. Так что, девочки, вот, ну, может быть, какие-то рекомендации, да, кто у меня собаками занимается, кто понимает, пишите. Мне с удовольствием послушаю, потому что, ну, как бы, хочу очень его воспитать серьезно, да, и чтобы из него получился толк, чтобы он был порядочный и классный собак. Так, девчонки, вот, вот такая вот лежанка у него, ну, достаточно вообще вместительная, мне кажется, достаточно комфортная. Единственное, что я сейчас еще принесу с машины, вот мы его когда везли, мы ему дали детскую подушку, такая машинка, ему она очень понравилась, он на ней спал. Я принесу еще, вот, как бы, вот этот эксперимент проведу, но, короче, суть в том, что вообще абсолютно он на этой лежанке не лежит, она ему не нравится. Не знаю, что он зайдет, посидит и уходит, а лежит вот тупо на полу. Так что, если есть какие-то рекомендации, советы, напишите мне, пожалуйста. Это вообще чудо из чудес, купили просто лежанку, и вот кто в ней спит. Нравится тебе, Теон, да? Очень крутые игрушки, у тебя таких не было, да, Тусь? Прям нереально. Целое королевство у нее, теперь лежать ей, играться. Ну, давай покажемся. Иди сюда. Эй, где Теона? Давай, подожди к Теоне, подойди, пожалуйста. Как ты с Тусьей дружишь? Или тебе вообще до лампочки на нее? Скорей догоняй. Догоняй, Туся. Все. Разгружаем вещи, дети приехали. Ну, заходите к нам в комнату. Быстрее, Дань. Эй! Нет, ты был прав. Вот так вот. И скажи, здравствуйте. Здравствуйте. Только аккуратно. Дождь, иди ты, когда он еще будет. Да. Вот он, пожалуйста. Тебе сколько? Три месяца ему только. Да, 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 я его еле подняла. Он вообще, посмотри, какой жирненький. Как зовут? А вот придумайте, потому что у нас дилемма, его надо назвать на букву Д. Ого! Руч, это точно твой дружок. Если барон приедет, он сожрет его. Ну и что? И как они нас будут звать? Он не понял, его попереносили все миски, все попереносили. Рад? Да. Классный? Изначально сказал. Ох, подавился. Назыки вонючие. Ничего. Да. От кроссовок. И чусь, что за тишина? Бабушки. Малые вернулись, показываю, у кого детки, может быть, постарше, знаете, вот увлекаются вот такой ерундой. Вот продается в магазинах с техникой вот такие вот игрушки, такие как типа статуэток, которые ставятся на стол, да, с каких-то мультипликационных фильмов. В общем, я это, если честно, не знаю, в общем, Руслан привез, бабушка ему купила вот такую вот коллекцию. Это как бы первое то, что они привезли. Сейчас дальше покажу. Я уже неоднократно вам показывала и рассказывала о том, что Данила играет в баскетбол и есть в Краснодаре обалденный магазин, где продается как и игровая форма, так и, в принципе, классные офигенные кроссовки. Кроссовки не дешевые, но их хватает очень надолго. Вот такие вот кроссы он себе купил, просто вообще, мне кажется, офигенски смотрятся, очень крутые. Это вот он купил себе для игры, игровые кроссовки. И вот я тут смотрю, он купил себе еще кепку. Он, видимо, у нас баскетболист же все-таки. Короче, вот он себе вот это вот приобрел. Кроссы классный магазин, очень крутой. Если кому надо, я напишу название. Девчонки, сегодня у нас разбор моих покупок. Покупки я сделала в магазине IKEA. Заказала здесь их в Симферополе. И мы сейчас с вами разберем. Я вам покажу все, что я купила. Мы с вами это все разложим. И сегодня будет оформление балкона у нас с вами. Покупок не так много, но три позиции – это прям очень-очень глобальные покупки. Я заказала и повторила себе вот такую вот точилку. Мне она очень нравится. Хотя я уже неоднократно слышала от народа о том, что она портит ножики, но ножи, вернее. Но суть в том, что у меня все ножи вообще ерундовые, поэтому норм. Вот такой кетчуп заказала. Также горчицу, но горчицы не было в наличии, так как это Симферополь. Взяла этот кетчуп. Также повторила вот эти доски. Я этими досками пользуюсь регулярно. Какой-то период потом выкидываю. Взяла мужу батарейки для машины. Также, девчонки, взяла вот такую вот занавеску в ванную. Сейчас мы ее с вами повесим, посмотрим. Она была самая бюджетная, поэтому я не знаю вообще, в принципе, хорошая она или нет. Но посмотрим. Также, наконец-таки, девочки, я купила себе вот эти вот подставки под тарелки на стол. Я все экономила-экономила. В общем, в итоге я их взяла. И также, девчонки, я взяла вот такие вот две подушки на стулья. И вы сейчас поймете, для чего они нам с вами понадобятся. Сейчас мы пересаживаемся с вами на балкон. И я покажу вам все, что вообще планирую сейчас сделать. Девчонки, ну вот смотрите. Я вытащила сейчас все цветы в связи с тем, что у меня собака. Я не могу себе сейчас позволить, чтобы вот этот мой цветочек стоял, получается, в спальне, потому что он роет. Я вытащила все цветы, которые у меня стояли на балконе. И когда у меня генеральная уборка, как я вам уже и рассказывала, раз в неделю я их мою, купаю в ванной. Я их выставляю и вот таким вот образом поливаю, даю им стечь. И все хорошо. Вот тут я также замочила салфетки, потому что я бы меняла на красивые, на вот эти вот плетеные. Сейчас я их отстираю, высушу и будут у меня на сменку. Дальше мне предстоит уборка в ванной. Но суть в том, что вот таким вот образом я купаю свои цветочки. Ему очень это нравится на самом деле. Ну, возьмите себе на заметку. Но единственное, что какие-то цветы, которые не очень любят влагу, там вот как фиалка, например, да, фикус, я их сильно не заливаю. Я просто стараюсь их обрызгать и как бы обхожу стороной. Но тем не менее я их вот так вот поливаю. Так, девчонечки, смотрите, что у меня есть. Я сегодня у меня такая прям генеральная-генеральная уборочка. Потому что хочу все помыть, потому что пыль вообще не сосветная. В общем, девчонки, показываю. Я купила себе стол и стулья. Сейчас моя задача протереть все окна, потом повесить белье, пропылесосить, потому что белье будет у меня висеть под потолком. Сейчас я вас подниму. Белье будет висеть под потолком. Я сейчас все вытру, все уберу. И мы с вами соберем стол. Я вам покажу, как это красиво смотрится, потому что я очень давно хотела сюда стол. Здесь, конечно, очень жарко, но суть в том, что будет классно. В общем, сейчас я начну убирать. Вначале я повешу белье, подниму его под потолок, потому что с него все равно сыпется пух. А потом уже начну все вытирать, убирать и буду вам все показывать. Девчонки, послушайте, пожалуйста, как ой вот этот ненормальный мой попугай. Это какой-то кошмар. Он уже соскучился за детьми. Вот стоит несусветный. В общем, сейчас я покажу, как я потом все расставила. Сейчас я раскрою стол. Мы с вами все оформим. Убери нос. Все сделаем, чтобы красиво было. И все, и будет классно. Здесь, конечно, жарко на балконе, но суть в том, что, скорее всего, я просто буду открывать окна, и дверь будет открыта, и будет кондиционер сюда доставать. Так, что у нас тут получается? Вот такой вот столик. Блин, он такой классный вообще, в принципе. Блин, очень кайфовый. Здоровски. Сейчас мы подумаем с вами, как мы это все расставим, потому что, ну, наверное, так оно и будет здесь стоять. Здесь будет кресло, и здесь будет кресло. И окна на проветривание будут открыты. Цветы все я убрала, а из солнечной стороны убрала все цветы, получается. Так, это мы выносим. Очень много пыли на балконе скапливается, из-за того, что окна открыты, хоть и девятый этаж, но суть в том, что вообще очень много пыли. И сейчас у меня будет следующее мое действие, это я буду покупать цветы, и сейчас хочу прям заполнить балкон цветами, потому что мне очень хочется, чтобы было много зелени. Так, что у нас здесь со стулом? Смогу ли я его собрать сама? Мне кажется, что это будет проблема. Это прям такое кресло, знаете, мы разговаривали с мужем, я говорю, блин, давай возьмем поменьше стульчик. Он говорит, нет, давай возьмем кресло, чтобы уже удобно было сидеть. Ну, в итоге взяли. Так, что у нас здесь? Так, а запчасти где-то должны быть? Вот они, запчасти. Сейчас мы с вами все соберем. Получается очень здорово. Сильно, да, вас отвлечивает, не очень видно меня. В общем, такая, знаете, солнечная сторона. И вот у нас до обеда здесь вообще прям солнцепек с солнцепеком. Я хочу просто все собрать и выкинуть, чтобы сразу выкинуть вот эти все бумажки. Сейчас мы с вами соберем его. Или знаете как? Ну, давайте, да, соберем, наверное. Слышите? Попугай свистит, он у нас свистеть любит. Это катастрофа. Девчонки, это просто катастрофа. Так, смотрим. Если я смогу это сделать, потому что лично я вообще мебель особо не может так собирать. До меня все доходит очень-очень куда. Что там? Ты где взял эту бумажку? Сейчас мы привяжем с вами подушки. Конечно, смотрите, что хочу сказать. Не очень классно смотрится, пока висит белье, но белье у меня висит не всегда. Это первый момент. И второй момент, это то, что я планирую вообще вот эту вот полку, которая вот здесь вот сделана в углу, ее более-менее обуютить, сделать по-другому немножко. Сделать коричневые ящики, либо белые, но более качественные. То есть еще у меня это все в процессе, но вот мебель, которую я как бы хотела, да, мы приобрели ее и будет здорово вообще. В принципе, потому что здесь вид такой классный с балкона, с окна. Поэтому сейчас я все сделаю и уже покажу вам. Там кулер, все это я вынесу стоит. Тусенька, уйди, пожалуйста. Какие раздолье здесь играться? Так. так Так, девчонечки, вот я и навела порядок. Смотрите, как все получилось. Сейчас я вам покажу, расскажу, что еще мне предстоит сделать. Значит так, мы с вами все разложили, убрали. Я не стала вам супер подробно все показывать, потому что, в принципе, тут, знаете, как мебель я расставила, но потом в дальнейшем еще будут доработки. Первая моя боль и вот то, что мне вообще не нравится абсолютно, это вот это, конечно, ерунда. По одной простой причине. Во-первых, непонятные контейнеры, вот смотрите, нижний контейнер, это контейнер с инструментами. Даже если я его поменяю на какой-то другой специальный для инструментов, мне кажется, он будет смотреться не очень. Поэтому я либо, смотрите, вот мне нужен ваш совет, либо я сделаю все вот в таком же цвете, как стол, сделаю прям такие декоративные ящики и выставлю их на полки. Либо оставлю все это более белое, такое в белой плетеной корзине, куплю и выставлю все так. Верхние два контейнера это посуда для пикника, а вот эти два таких сетчатых контейнера, это контейнеры для лука и картофеля. В углу стоит кулер, я его уберу, останутся только цветы, морозилка, вот так цветы. Теперь смотрите, что получается. Видите, здесь вот эта сушилка, девчонки, кто еще не знает, кто не в курсе. Я вам серьезно говорю, это прям находка, это такая крутая вещь, просто вообще цена вопроса тысячу рублей. Просто очень круто. У меня даже получилось поставить в принципе вот так вот плетеную мебель, и я спокойно стою и не достаю, ни муж, никто не достает, то есть вообще норм получается. Вот такая вот зона у меня получилась. Я вынесла туда цветы в угол в связи с тем, что у нас появился новый член семьи, и он грызет мои цветы, грызет горшки, разгребает землю, пока он еще маленький. В общем, пока цветы переехали сюда. И, конечно, суть в том, что мне недостаточно зелени, я хочу немножечко, конечно, более обыграть, чтобы все было зеленое. Единственное, что вот я покупала, заказывала зеленые подушки, а пришли мне белые. А по пламе должны были быть такие зеленые подушки, чтобы как бы выглядел балкон более ярко. Ну, а вот так вот все у нас получилось. Я с вами вот такой вот балкон, берите на заметку, мебель бюджетная, стол стоит 2000, стулья тоже в районе 1000 с чем-то. В общем, мебель очень классная, стол вообще добротный, то есть он, в принципе, девчонки, его можно даже для пикника использовать, он абсолютно спокойно складывается вот так вот в плоское состояние, и его можно уместить в багажник и брать для пикника. В общем, классная задумка, вообще, если честно, ну, как бы мне очень все понравилось. Так что вот такой вот балкон, сейчас покажу вам с другой стороны, теперь у меня здесь вход и угол, все пустое, сейчас покажу вам. И, получается, вот мы заходим из кухни, здесь мой шкаф чудо, в котором все хранится, там я тоже навела порядок, все выкинула, и вот так вот здесь вот уже стоит стул, места достаточно много. Мне кажется, что вообще очень круто получилось, так что вот такая вот перестану. Девочки, смотрите, и бабуля, как обычно, передала на запасы сладкого, это вообще просто катастрофа. Несклик, что-то не видно, стали есть у нее его. Девчонки, хочу обратить ваше внимание, в Краснодаре есть один дядечка, сейчас пароли я вкидать не могу, но, в общем, в прошлый раз башка нам привозила колбаса, он ее делает сам. По всей видимости, это вот Алла делала вот такую колбасу, то есть ее, в принципе, в домашних условиях абсолютно спокойно можно сделать, но эта дядечка ее продает. Делает и продает, она просто нереальная, и вот в таком варианте, да, в свежем, мягкая она такая достаточно, она еще не такая вкусная, но если она полежит, там, ну, допустим, там недельку, она подсыхает, и она просто становится безумно вкусной. В общем, короче, башка привела нам колбасу, я думала тоже делать, но там слишком много заморочек для того, чтобы сделать. Также башка купила из куриные различные, различное куриное мясо, буду разбирать, сейчас разморожу. И самое главное, девчонки, я очень попросила башку сделать балык из сетрины мне, она мне его посолила, мне сейчас его нужно, вот то, что я вам говорила раньше. Сейчас я его, он у меня еще полежит, потому что он присоленный, очищенный от соли, он у нее солился, сейчас я его положу в воду, несколько часов вымочу, и потом дам ему высохнуть. Вообще просто мега вкусно, но уже показывать не буду. Девочки, ну и, короче, вот я пожарила блины, сейчас заверну с икрой и с сенгой, и с нутеллой, и сварила суп. Все, буду с вами прощаться, радоваться приезду деток, всем пока-пока.